Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Во Дворце культуры в Видном прошло еженедельное оперативное совещание. Продолжаются встречи на территории, обходы территории. И на этой неделе у нас состоится областная конференция партии «Единая Россия». Лопатинская школа стала пилотным местом реализации проекта партии «Единая Россия. Школьная медицина». Весь осмотр видят и родители, и врач-федиатр на участке, и врач школьного отделения. В пришкольных лагерях началась летняя оздоровительная смена. Эвакуация сегодня прошедшая. Мы оцениваем в 5 баллов, потому что ребята очень быстро эвакуировались. В Дворце культуры в Видном глава Ленинского городского округа Алексей Спаский провел еженедельное оперативное совещание. Руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах своей работы за отчетный период и планах на ближайшее будущее. Еженедельное оперативное совещание глава Ленинского городского округа Алексей Спаский начал с поздравлений. С юбилеем председателя контрольно-счетной палаты Елены Егоровой и начальника отдела по социальным вопросам Галины Китаевой с назначением на новую должность. Затем слово предоставили директору единой дежурно-диспетчерской службы Вячеславу Прохорову. Было два аварийных отключения электрооснабжения. Первая – Ростововская часть города Видно и Елены Лопатина. И третья – СНТ Булатникова. В медицинских учреждениях муниципалитета продолжается плановая диспансеризация. Сотрудники МЧС приступили к проверке образовательных заведений к новому учебному году. Проводятся осмотры и приемка дворов совместно с Главным управлением содержания территорий Московской области. Представители служб городского хозяйства рассказали, как выполняется ремонт дорог. Зарешились работы на улице Завинное. Ждем лабораторные испытания по приемке. Также произвели физиологию в новой советской области. Приступить к укладке асфальта пока не можем. Ввиду походу к условию температурное режиме позволяет. В предыдущей неделе мы закончили первую волну. Я начинал ремонт от дворовых территорий и приступили к асфальтированию в рамках комплекса культуры с дворовых территорий. По гувернаторской программе «Мой подъезд» – 11 подъездов в этом году уже отремонтировано. 12 еще предстоит. Муниципальные депутаты также провели масштабную работу. В конце недели на заседании Завета депутатов были внесены изменения в бюджет. Соответственно, Лариса Валентиновна полным рублем добавила практически по всем направлениям. Поэтому просьба к коллегам не сидеть. В частности, ФЦ, которая прозвучала, нужно провести конкурсные процедуры и осуществить работу. Продолжают депутаты встречаться и с семьями мобилизованными. Продолжаются встречи на территории, обходы территории. И на этой неделе у нас состоится областная конференция партии «Единая Россия». Все деликаты от нашего округа избраны и готовится очередной 11-й гуманитарный конвой к отправке. Сейчас округ активно готовится к предстоящему Дню России. На территории муниципалитета будут проведены 42 праздничные программы. Главной в «Видном» станет площадка у кинотеатра «Искра». Ну а с 9 июня на стадионе «Металлург» стартует чемпионат России по мотоболу. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил ход строительства нового детского сада на 280 мест в жилом комплексе «Южное Видное». Здание нового дошкольного учреждения трехэтажное, площадью 4,5 тысячи квадратных метров, рассчитано на 15 групп. Как рассказал инженер технического надзора Илья Петров, в июле объект должен получить заключение о соответствии. Подтверждение, что завершенные строительные работы полностью соответствуют нормативам. Работы идут в соответствии с графиком. Готовность на данный момент сейчас вышли уже под покрасочные работы. Оборудование смонтировано в полном объеме. Технологическое, вентиляционное, сантехническое. Все коммуникации подведены. Все сети в наличии сданы. Активно ведутся работы и по благоустройству прилегающей территории. Все соответствует современным требованиям, которые предъявляют нам органы муниципальной власти и надзорные органы. Поэтому все обеспечено в соответствии с нормативами. Правильное образование больше интересуется оснащением, ну и всякими решениями колористики и так далее. Поэтому, естественно, согласовываем все с правильным образованием. И набор оборудования, мебели, занавесок, ну, вплоть до горшков детских. И, собственно, колористика, цвет стен, покраски, плитки и так далее. Это все мы в рабочем порядке обсуждаем, решаем. Наталья Мыльченко, бабушка двух маленьких внучек, признается, для микрорайона открытие дошкольного учреждения – настоящий подарок. Мы давно очень ждали этого события. И будут, наверное, все мамочки очень счастливы, потому что детей в нашем дворе очень много. Прям две площадки полностью забиты детьми, так скажем. В общем, мы будем очень счастливы. Чем быстрее откроется, тем лучше новый, современный детский сад. Детский сад планируют открыть уже в сентябре этого года. Также Алексей Спасский посетил здание, в которое переедет Видновская стоматологическая поликлиника. Сейчас в помещениях активно ведутся ремонтные работы в соответствии со стандартами Министерства здравоохранения Московской области. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года. Лопатинская школа стала пилотным местом реализации проекта партии «Единая Россия. Школьная медицина». Инициатива предназначена внедрить в среднеобразовательные учреждения медицинские блоки, где будет оказываться не только первая помощь, но и плановое обследование учащихся. Подробнее в сюжете Юлия Погасьян. Большую часть продуктивного трудового дня дети проводят в школе, а их родители на работе. Именно поэтому иногда посещение поликлиники становится проблематичным. Отвести своих чад к специалисту просто нет времени. Но, кажется, решение нашлось. Все медицинские осмотры, профилактические осмотры проводились на базе образовательного учреждения, чтобы мы отслеживали состояние здоровья и в электронную информационную систему передавали педагогическим работникам состояние здоровья ребенка, группу здоровья, физкультурную группу. То есть не только провели учреждение, а профилактический осмотр и все в электронной системе передали эти данные. Именно так должен модернизироваться существующий проект партии «Единая Россия» «Школьная медицина». Автором новой модели профилактической деятельности стал главный врач Видновска районно-клинической больницы «Бутай-Бутаев», а пилотным учреждением «Лопатинская школа», где на днях состоялось выездное совещание с участием представителей Совета Федерации, Государственной Думы, а также правительства Российской Федерации. 95% опрошенных считают, что в школе и детском саду должен обязательно присутствовать медицинский работник. 95% я так думаю. Из них 84% считают, что присутствие медицинского работника должно быть ежедневным. При этом, что тоже важно, мы тоже задан вопрос, который для нас актуален, 69% опрошенных считают, что школьные и медицинские кабинеты нуждаются в переоснащении и укомплектовании медицинским оборудованием. Также статистика показывает, что 20% от числа всех обращений в медицинские учреждения связаны с получением для ребенка тех или иных справок. Благодаря внедрению в школах электронной системы ЕМИАС. Делать это можно будет в учебном учреждении. Все медицинские работники в этом медблоге заносят всю информационную систему ЕМИАС в Московской области, которая доступна как для врача-уческого педиатра, так и для врача-дешего. Это очень важно. Мало того, что это еще и отражается в личном виде у родителей. То есть весь осмотр видят и родители, и врач-педиатр на участке, и врач дошкольного отделения. Сегодня законопроект находится на финальной стадии принятия. При положительном исходе он поможет выявлять патологические заболевания на ранних стадиях, правильно формировать курс физического воспитания ученика, систему его питания, сохранить здоровье подрастающего поколения. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. Видно этого. В первый день лета в пришкольных лагерях началась оздоровительная смена. Для детей приготовили интересные игры, развлечения и спортивные мероприятия. Но отдых должен быть не только полезным, но и безопасным. В Видновской прогимназии, где расположился один из лагерей, провели учебное занятие по пожарной эвакуации. Какую оценку поставили ребятам и их педагогам, расскажет Татьяна Брулова. После обеденное время в Видновской прогимназии, где в течение дня находятся и дошколята, и отдыхающие в оздоровительном лагере, тихо. Дневной сон только закончился, когда эту тишину нарушил сигнал тревоги. На эвакуацию даются считанные минуты, и вот из разных дверей здания начинают уходить дети и их педагоги. Чтобы процесс шел быстрее, используются пожарные лестницы. Старшие ребята покидают здание при помощи них. Никакой паники, каждое действие четкое и отработанное. Уже через две минуты все собираются на площадке. Педагоги отчитываются о количестве эвакуированных детей. Третий отряд. Детей 16, один взрослый. Эвакуированные 16, детей один взрослый. Следившие за процессом эвакуации профессионалы подводят итоги. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу Сергей Дежкин оценил работу на отлично. По поручению губернатора Московской области Андреевича Воробьева проведена общообластная тренировочная эвакуация. У нас во всех образовательных учреждениях, на объектах с массовым пребыванием людей. Ну и особый аспект сделан на детские оздоровительные лагеря. У нас на территории округа преобладают детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Вот в частности на базе данного детского сада. Эвакуация сегодня прошедшая. Мы оцениваем в 5 баллов, потому что ребята очень быстро эвакуировались. Сами себе ребята тоже поставили высокую оценку. Правила при пожаре они знают хорошо. Даже наши с оператором провокационные вопросы не сбили их с толку. Главное при такой эвакуации? Аккуратно спускаться по лестнице и держаться за перилы. Не быстро спускаться. Толкаться? Нет, тоже нельзя. А подпишевать быстрее да быстрее? Нет. Во-первых, не паниковать. И если очень много дыма поднялось вверх, а еще не вышло из здания, то надо взять полотенце, намочить его и прислонить к носу. При пожаре не сидим, вызываем 101. А есть второй еще номер пожарных – 112. Но даже такие серьезные взрослые, как представители надзорных органов, понимают, лучше всего правила пожарной безопасности дети запоминают в игре. Каждый хотел протянуть руку кукле-огнетушителю, а после ребята с удовольствием поиграли в необычные крестики-нолики. Раз, два, три. Все посередине. Да, сюда мы. Да. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Врачи Видновской районной клинической больницы для лечения пациентов используют самые современные технологии. Два месяца назад у них появился новый аппарат для лазерной обработки ран. И сейчас медики уже подводят первые итоги. О них узнал Максим Козлов. В зависимости от размера поражения кожных покровов, процедура может занимать довольно длительное время, но пациент не испытывает никакого дискомфорта. Благодаря новинке процесс заживления ран стал намного эффективнее. Она создана для того, чтобы обрабатывать хронические раны, которые вяло текут, то есть не могут сами зажить. Стимулируем, собственно, репарацию и подтягивание грануляции на ранах, которые хронические, ну, у диабетиков, татаросклеротиков, с венозной недостаточностью пациентов. За два месяца использования нового лазера для обработки ран собран уже довольно объемный материал, ведь все результаты лечения документируются. Житель Видного, Владимир Сухий, две недели ежедневно приезжает на процедуру и уже сейчас чувствует разницу. Было, конечно, намного хуже. Было две, два раза чистили. Но сейчас после того, как делают лазер, намного у него лучше стало. Подобные аппараты используются уже давно, например, в косметологии. Стоит отметить, что этот лазер появился в первом хирургическом отделении ВРКБ благодаря коллегам из Белоруссии. Была два месяца назад там конференция, посвященная всей этой теме. Очень занимательная. Нам показывали презентацию, как оно все работает. И так, собственно, получилось, что у меня нашелся пациент, нужный для данного испытания. И испытания прошли более чем успешно, а результаты удивили и врачей, и пациентов. Учитывая, что процедура проходит без оперативного вмешательства, анестезии и применения лекарственных средств. Изначально думал, что это больше похоже на, так сказать, на игрушку, которой так побаловаться и отдать. Но за два месяца активного использования убедился, что действительно есть толк в этой установке. Очень хорошо протекают раны. И пациенты тоже довольны очень. Сейчас уже многие наслышаны про лазеры и отказываются от стандартных методов лечения. В настоящий момент уже 10 пациентов ежедневно проходят эту процедуру. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Общественная приемная «Единой России» в Видном объявляет благотворительную акцию по сбору макулатуры. В период со 2 по 9 июня все неравнодушные жители округа могут внести свой вклад в проблему экологии. Принести макулатуру можно в общественную приемную «Единой России» по адресу город Видное, улица Школьная, дом 17 с 9 до 18 часов. Все вырученные средства будут направлены в фонд помощи мобилизованным и их семьям. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.